Режим работы общественной приемной предусматривает проведение прямой телефонной линии и личного приема. В облсполкоме она работает по вторникам и четвергам с 16 до 18 часов. Все обращения обязательно фиксируются на бумаге для дальнейшего анализа. Гомельчанин Юрий Казиатко, который обращается на прямую линию, уверен, Беларусь должна быть президентской, но выбирать руководителей регионов должны местные жители. Мое личное мнение. Первое. Республика Беларусь должна быть республично-президентской. Второе. Президентка должен выбирать Верховный Совет, сенаторы там, как и губернаторы. Сенаторов, губернаторов должны избирать по областям народа. Конкретные предложения на приеме у председателя областного комитета по труду, занятости и социальной защите Петра Шудько есть и у еще одного посетителя. Члены политических партий и общественных организаций могут выдвигаться кандидатами в органы власти только через трудовые коллективы, в которых они работают, а не по партийным спискам. Это даст возможность реально оценить способности потенциальных кандидатов. Чтобы в Конституцию было внесено, что члены политических партий, общественных организаций могут быть выдвинуты кандидатами в органы власти только через трудовой коллектив, в котором они работают, а не по спискам. То есть, чтобы меня выдвинуть, понимаете, мне надо через ветеранов, получается, или через трудовые коллективы, вот я не работаю нигде, значит, через союз, например, ветеран, или собрать там какие-то подписи. А у него привилегия, он сидит в офисе, там, решил Ивана и Петра по списку обсудили, там, и он пошел. Во время приема, который проводит член Совета Республики, председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, разговор о выполнении населением противоэпидемических мероприятий. Гомельчанин уверен, масочный режим должен иметь обязательный, а не рекомендательный характер. В первую очередь в транспорте и в магазинах. Вместе с тем, на законодательном уровне эта норма пока не определена. Алла Смоляк обещает озвучить этот вопрос в Верхней Палате Парламента. Общественные приемные, они нужны в обязательном порядке. Это возможность общения, живого общения человека с государственными органами власти. За два часа работы общественной приемной заместитель начальника главного управления образования Гомельского облсполкома Жанна Жданович успевает рассмотреть ряд вопросов, которые затрагивают самые разные стороны жизни. Жительницы Ветковского района жалуются на низкую пенсию мужа-инвалида третьей группы. Еще одна просьба – пересмотреть подходы к наказанию за коррупционные преступления в случае возмещения нанесенного ущерба. Среди рассмотренного также противоэпидемический режим в школах и детских садах. Кстати, сейчас школы посещают более 80% учащихся. Во время первой волны коронавируса в классах находилось только 30% школьников. Обязательный режим ношения масок всеми педагогическими работниками и работниками школы. Дети носят маски по желанию. Это обязательно проветривание классов, обязательно проведение влажной уборки с использованием детсредств. И нужно отметить, что сегодня в беседах с родителями мы слышим, что все-таки опыт весенний говорит о том, что учебное занятие с учителем в классе – это самая лучшая форма общения, самая лучшая форма получения знаний. На приеме у члена Совета Республики начальника гомельской таможни Феликса Ишкова гомельчанка Лилия Пос рассказывает о ситуации из личного опыта. В этом году она находилась в одной из больниц Сестринского ухода. Для оплаты оказанных услуг с пациента высчитывают 80% пенсии. Проблема в том, что пенсии у всех разные. А поэтому кто-то за те же услуги платит 500 рублей, а кто-то – 150. По мнению посетительницы, это не соответствует принципу социальной справедливости. А поэтому в соответствующие законодательные акты нужно внести изменения. Когда я выезжала на коляске в коридор, то видела, что обитатели этой БСУ всякие, и бывшие бомжи, в общем, разной социального уровня, то спрашивается, должно ли так быть. Вопросов много, и хотя часто они носят личный характер, без изменений в законодательстве их решение невозможно. После завершения работы приемной сенатор Феликс Ешков говорит о необходимости изучения общественного мнения и обещает не оставить без внимания ни одного обращения. На сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, насколько важна работа, которая проводится, потому что как мы на сегодняшний день построим нашу нормативную базу, включая самый главный наш документ, так мы и будем жить в дальнейшем. Наша страна, она не зря называется социальным государством. Алексей Нсуров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова